начну с краткой хроники событий в церне 23 сентября прошлого года практически всеми информационными агентствами было передано сообщение об открытии сверхсветовых нейтрина сообщение это было заранее подготовлено все сообщения снабжались сложной графикой мультипликации и так далее это говорит о том что сообщение готовилось заранее по всем средствам массовой информации и как впоследствии оказалось на самом деле сверхсветовые нейтрина изучались той самой исследовательской группой под руководством итальянского физика уже три года а до этого такие же измерения были проделаны на техасском ускорителе а затем на тэватроне где были получены сходные результаты кроме того о сверхсветовой скорости нейтрина свидетельствовали также результаты регистрации взрыва сверх новой звезды а также гамма-сплески и вот по какой-то причине эти результаты три года не обсуждались и затем в один день были переданы практически всеми средствами массовой информации а дальше начались вещи гораздо более странные 24 25 сентября объекты подобные большому адронному коллайдеру закрываются на ремонт или на профилактику 25 26 сентября были закрыты практически все европейские парламенты а руководители европейских стран и америки исчезли в неизвестном направлении политическая жизнь замерла практически на неделю после недели молчания началось вялое обсуждение об этом открытии в прессе высказывались предположения об отшивочности эксперимента в ноябре было произведено уточнение сентябрьских данных и было получено значение в задержке сигнала 57 наносекунд вместо 60 то есть свет шел на 57 наносекунд медленнее чем нейтрино на дистанции 700 километров между большим адронным коллайдером и детектором нейтрино в грандсаса в январе марте 2012 года были сообщения о давлении прессы и не установленных лиц на руководителя проекта антонио эредитата и его сотрудников а также на их семьи от них требовали отказаться об от данных которые они получили 30 марта 12 года эредитата не выдерживает давление и уходит в отставку вместе своим заместителем 8 июня в прессе распространено окончательное опровержение о существовании сверхсветовых нейтрино было утверждено что причина ошибки является плохое соединение в оптическом кабеле причина я думаю надуманная потому что за четыре года измерения этот кабель неоднократно менялся разъединялся соединялся и ничего подобного не было все это напоминает случай с американским физиком миллером энштейн свое время рассказал прессе что результаты миллера по измерению эфирного ветра объясняются колебаниями температуры в измерительной техники естественно что это замечание энштейна было подхвачено прессой замечание ничем не обоснованы потому что миллер проводил свои эксперименты 24 года более 200 тысяч отчетов тысячи раз интерферометр поворачивался было измерено не только значение скорости эфирного ветра но его галактическое направление но тем не менее это замечание энштейна сработало и вся мировая пресса написала что миллер провел ошибочные опыты и вскоре о них забыли и наконец 6 июля этого года было сообщено об открытии частицы бога так называемом бозоне хиггса 6 июля это совершенно особая дата для людей которые управляют миром ну а для вас я скажу что это дата основания соединенных штатов день независимости да-да-да так вот схема экспериментальной установки на протонном супер синхротроне рождаются мизоны и мионы которые пролетая вот по этому тоннелю испускает нейтрино и в этом же направлении на расстоянии 730 километров от коллайдера они регистрируются с помощью детектора в местечке грансаса в силу того что данных о сверхсветовых нейтрино более чем достаточно соображение о плохом соединении оптического кабеля можно не принимать во внимание хотя честно говоря и на сто процентов доверять опытом которые были проведены до этого также нельзя если сверхсветовые нейтрино существуют а вероятность такого события достаточно велика то объяснение этого эффекта надо искать прежде всего в работах классиках первая работа эта книга хэвисайда электромагнитная теория второй том в этой книге хэвисайд показывает что преобразование лоренса и подобное им преобразование это всего лишь математический прием для облегчения решения математических задач и годятся они только для инерциальных систем отчета если частица ускоряется то применять такой частицы преобразования лоренса нельзя в силу того что за время ускорения она не успевает выстроить вокруг себя лоренцево поле поэтому по теории хэвисайда если частица ускоряется достаточно быстро она не успевает набрать огромный импульс и может перескочить через световой барьер то же самое естественно может происходить и с нейтрино вторая книга это книга вальтера ритца критический анализ общей электродинамики 1908 год ритц в этой книге чисто математически показал несостоятельность преобразования лоренса для ускоряющихся частиц он прекрасно понимал что потенциал частиц под потенциал частицы выстраивается за определенное время а преобразование лоренса предполагают что он выстраивается мгновенно на самом деле работа ритца 1908 года была смертельным приговором теории относительности но к сожалению этой работой ритц вызвал и смертельный приговор саму самому себе в этом же году он попал в клинику где скоропостижно скончался такая же участь ждала его учителя минковского он также скоропостижно скончался в той же самой клинике следующая работа это от суковский общая эфира динамика где показано как несостоятельность специальной теории относительности так и недостаточность и не противоречивость самой электродинамики следующая работа николаев неправильчивые электродинамика 97 год в этой работе сделана попытка построить не противоречивую электродинамику в этой работе также выносится смертельный приговор теории относительности. Следующая работа Клюшин. Основы современной электродинамики. В этой работе, в частности, показывается несостоятельность метода запаздывающих потенциалов, которые используются в современной электродинамике. Эта работа также смертельный математический приговор теории относительности. Следующая книжка Фоминский. Чудо падения. 2001 год. В этой работе анализируются экспериментальные данные по регистрации нейтрина и показывается, что часть нейтрина имеет сверхсветовую скорость. Следующая работа Саль. Истоки заблуждения релятивизма. Книжка 2006 года. В этой работе анализируются основы электродинамики и анализируются, в частности, работы Хевисайда. И, наконец, последняя книга. Это книга группы анализ Корнева и сотрудники. Анализ классической электродинамики и теории относительности. В ней также показывается математическая ошибочность, используемая в современной физике метода запаздывающих потенциалов, ошибочность теории вектора-пойнтинга и другие вопросы, полностью перечеркивающие теорию относительности. Чисто математически. Вот, чтобы объяснить эксперименты со сверхсветовыми нейтринами, надо обратиться к теории Хевисайда и к теории Джосефа Томпсона, который моделировал элементарные частицы вихревыми кольцами. И вот с помощью этих теорий удается очень легко объяснить следующие эффекты. Первое. Эксперименты с бета-частицами Скобельцина. Академик Скобельцин показал, что вблизи бета-источника бета-частицы ведут себя совершенно иначе, чем вдали от него. То есть, они имеют совершенно другую массу. Объясняется это тем, что часть бета-частиц из источника выбрасывается со сверхсветовой скоростью, а далее тормозится черенковским излучением. И на расстоянии в десятки сантиметров от источника они ведут себя в соответствии с теорией относительности. Тогда как вблизи источника совершенно иначе. Теория объясняет так называемые лучи смерти Никола Тесла. Никола Тесла утверждал, что с помощью импульсного напряжения в 50 мегавольт сумел получить электронный пучок, который поражает металлические объекты на расстоянии в десятки километров. И как оказалось по американским архивам, Тесла демонстрировал работу своей установки в Москве маршалу Тукачевскому. С помощью этих теорий можно объяснить происхождение миона и вычислить его массу с огромной точностью. Мион оказывается просто гистерезисным состоянием заторможенного электрона. Когда электрон быстро тормозится, он не успевает подстроить свою электромагнитную оболочку до преобразования Лоренца. И поэтому электрон захватывает гамма-квант. И вот электрон вместе с захваченным вихревым кольцом в виде гамма-кванта представляет из себя мион. Был сделан вывод о том, что короткоживущие элементарные частицы – это гистерезисное состояние более долгоживущих частиц, так же, как и мион. Объясняется рождение мионных строй на большом расстоянии от места столкновения протон-антипротонных пучков в коллайдере. Следующее. Гигантские энерговыделения при высотных ядерных взрывах. Энерговыделения при высотных ядерных взрывах превышают расчетные на порядке. Объясняется это тем, что электроны в цепках ускорения торможения черпают часть энергии из эфира. Эта энергия излучается, как высокотемпературное излучение плазмы. Следующее. Гигантские энерговыделения в космических объектах, типа сверхновых, имеют такую же природу, как и гигантские энерговыделения при высотных ядерных взрывах. Следующее. Отсутствие выхода гелия в реакциях управляемого термоядерного синтеза. Отсутствие выхода гелия регистрируется как при высотных ядерных взрывах, так и в экспериментах по управляемому термоядерному синтезу. Согласно теории Хевисайда, сблизить ядра доэтерия и трития при их нагревании невозможно, потому что у них есть электромагнитные жубы. И при их торможении эти шубы не успевают разрушиться, и они препятствуют слиянию ядер. И следующее объясняется возможность сверхсветовой скорости нейтрина. Об этом я говорил в предыдущих докладах, сейчас очень кратко. Вот график зависимости энергии частицы от безразмерной скорости, согласно теории Хевисайда. Левая ветвь кривой соответствует теории относительности, правая соответствует сверхсветовым скоростям. Если нейтрина излучается частицей, которая летит с околосветовой скоростью, то в переходном процессе происходит просто алгебраическое сложение двух скоростей. Расчет показывает, что прибавка к скорости нейтрина над скоростью света составляет очень малую величину. И если знать эту величину, то можно оценить массу нейтрина. Нижняя оценка массы нейтрина составляет порядка 10 минус пятый электрон вольта. То есть очень мала. А теперь о том, что все же происходило вокруг событий со сверхсветовыми нейтрино. Что такое за дата 23 сентября 2011 года? Вот, оказывается, 24-25 сентября вся элита, во всяком случае американская, отправилась в подземный город аэропорта Денвер. Аэропорт Денвер – это гигантское подземное сооружение, подземный бункер на случай глобальных катаклизмов. Об аэропорте Дервин можно прочитать в интернете. Теперь сняты не только фильмы, и проведен анализ картин и фресок, которые находятся внутри этого комплекса. Картинки жуткие. Это картинки будущего апокалипсиса, которые хочет устроить мировая банковская элита всему населению Земли. Вот одна из таких картин называется «Геноцид». На ней изображена мать с мертвым ребенком, также дети, ночующие на кирпичах, и солдат в противогазе, напоминающий гитлеровского солдата. В одной руке меч, в другой автомат. Но надо обратить внимание, что у него на плечах, на плечах у него эпалеты, по всей видимости, это знак того, что этот солдат является непростым человеком, а он является королем Великобритании. То есть это будущий антихрист, принц Вильям, которого они хотят привести к власти в 15-м году. Другие фрески в этом подземном бункере еще более ужасающие. Квот. Естественно, возникает аналогия с германским фашизмом. Вот я сейчас попытаюсь показать, что идеология мировой элиты, так называемого комитета 300, Гитлера, Рассела с Эйнштейном, Федерации американских ученых, а также комиссии по борьбе с лженаукой и верхушки Академии наук, это практически одно и то же. О комитете 300 уже очень много писалось, не буду повторяться. Это организация, созданная на основе черной аристократии. Это крупнейшие банкиры и промышленные магнаты. Гитлер являлся представителем этой организации. Он был правнуком основателя этой организации Соломона Ротшильда. Рассел, Бертон Рассел, был представителем этой черной аристократии, был одним из главных творцов теории нового мирового порядка. Он был членом комитета 300. Вместе с Эйнштейном они писали статьи о новом мировом порядке и необходимости радикального сокращения населения Земли. Федерация американских ученых положила под сукно более 5000 изобретений бестопливной энергетики. Федерация американских ученых недавно выступила с письмом о желательности точечных ядерных ударов по России с целью уничтожения ее инфраструктуры. Вот таким малокровным путем они хотят установить новый мировой порядок. Теперь, что касается Ландау и Гинзбурга, людей, которые развернули борьбу с так называемой лженаукой в 30-е годы. Ландау был проектом, аналогичным проекту Эйнштейн. Организаторами этого проекта были три высокопоставленных масона. Луначарский, нарком просвещения, нарком иностранных дел Чичерин, единственный член нашего правительства, член комитета 300. Практически он был агентом британской разведки в нашем правительстве. И Нильца Бора по этому соглашению Ландау отправился к Бору на стажировку и, вернувшись в возрасте 23 лет, его сделали руководителем теоретического отдела Харьковского физтеха. И в помощь ему дали сильнейшие теоретические кадры и возможность набирать кадры из подрастающего поколения. Поскольку проект был троцкистским, Луначарский и Чичерин были друзьями Троцкого, то и программу они выполняли троцкистскую, которая состояла в том, чтобы не пускать в науку славянские кадры, препятствовать проведению прикладных работ, а если появляются военные работы, то полностью их саботировать. И Ландау выполнял эту программу в течение всей жизни. Теперь, что касается самого понятия новый мировой порядок. Это понятие имеет истинно дьявольское происхождение. Впервые его употребил придворный маг астролог и каббалист Джон Ди. Он предположил, что поработить мир Британской империи можно с помощью установления 49 протекторатов, что в дальнейшем было сделано, было создано британское содружество. Впоследствии число членов британского содружества было увеличено до 54. То есть, новый мировой порядок с радикальным сокращением населения согласно Джону Ди предполагалось сделать на базе британской империи. И вот этот проект, продиктованный Джону Ди демонами, поступил к баварским иллюминатам и стал их главным девизом. Гитлер осуществлял всю ту же самую программу построения нового мирового порядка. Новый мировой порядок был одним из любимых его словосочетаний. После установления своей власти Гитлер предлагал английскому королю стать руководителем всей его завоеванной империи. Подробно я не буду рассказывать все пункты этой таблицы. Скажу лишь еще о нескольких моментах. О том, что мировая элита хочет совершить массовый геноцид, хорошо известно. Вот оказывается такую же программу осуществляет и наша научная элита. Вот примеры. Профессоры Жданов и Ефимов активно выступают против алкоголизации и наркотизации как средств массового геноцида. геноцида. Так вот наши академики члены КБЛ объявили этих профессоров уже учеными. Активно выступает против внедрения ГМО Ирина Емакова доктор биологических наук которая экспериментально показала что употребление ГМО приводит к бесплодию. КБЛ объявила Ермакову также лжеученым. Активно выступает против сексуальной революции профессор Горяев который показал что сексуальная революция приводит к деградации потомства. Он также объявлен лжеученым. А вот зато профессор Капица выступает на телевидении с беседами с сексуальным просветителем России Коном. Кроме того надо сказать что ряд наших академиков в том числе члены КБЛ подписали гуманистический манифест 2000 который предусматривает введение секс-просвета узаконивание половых извращений однополых браков эвтаназии и так далее на самом деле гуманистический манифест это программа уничтожения человечества эту программу пропагандируют наши академики следующий пункт безразличие к истине я уже поминал об опытах Миллера где научная элита показала свое полное безразличие к экспериментам Миллера сейчас сейчас и вот еще один пример Анатолий Павлович Смирнов в свое время была создана очень простая теория фазовых переходов которая на 3-4 порядка более точная чем теория Гинсбурга-Ландау и при этом имеет гораздо более имеет гораздо более универсальный характер так вот Гинсбург сказал что я не дам опубликовать Смирнову что я не дам опубликовать вашу теорию ни в одном академическом журнале так и было сделано и еще один пример в то же самое время когда было опубликовано сообщение о сверхсветовых нейтрино академикам Александровым сотрудниками был проведен опыт по измерению скорости синхротронного излучения как ожидалось эта скорость равняется скорости света спрашивается зачем надо было проводить этот опыт когда это давно известно синхротронное излучение используется скажем в физике плазмы для ее диагностики а вот зачем чтобы очередной раз показать что теория Эйнштейна верна и Александрова с сотрудниками совсем не беспокоит что природа синхротронного излучения не имеет адекватного объяснения мощность излучения не зависит от радиуса ускорителя который может составлять величину от 1 метра до величины порядка 10 километров не объяснены также хорошо угловые характеристики синхротронного излучения не объяснено почему электроны собираются в густки но это все академиков совершенно не интересует их интересует только подтверждение теории относительности так вот как объяснить все что приведено в таблице это обогновенный фашизм так же как в фильме Михаила Рома эта фашистская идеология к сожалению захватывает все больше и больше слои населения и наконец последнее сообщение о регистрации так называемой частицы бога надо сказать о том кто является богом для физической элиты физическая элита у нас почти поголовно в Америке является масонами высокого градуса и бог у них Люцифер или архитектор вселенной и современная физика элементарных частиц это вовсе не наука подобная биологии или зоологии как думают некоторые это наука подобная демонологии практическим руководством для масонов высокого градуса является книга Гаэти там описываются 72 демона и огромное количество подчиненных им демонов вот по такой же структуре строилась и физика элементарных частиц когда люди говорят что современная физика подобна кабале это не следствие того что кабала и современная физика являются истинными учениями просто современную физику элементарных частиц продвигали высокопоставленные масоны кабалисты вот книга выпущенная академик академии управления секрет наукообразной кабалистики прочитайте и поймете как развивалась современная физика недавно Россия была принята во всемирную торговую организацию Юрий Болдырев сказал по этому поводу следующее Россия вскочила на подножку поезда несущегося в пропасть так что теперь задача России находясь на подножке попробовать нажать на тормоз а чтобы начать двигаться от пропасти надо перестроить сознание общества вырвать его из матрицы тотальной лжи теория относительности лишь малая часть этой тотальной лжи но без разоблачения теории относительности падение в пропасть неизбежно спасибо за внимание у кого есть какие будьте добры пожалуйста про бозон Хиггса поподробнее обнаружили они его там или нет как я уже сказал так называемые короткоживущие элементарные частицы это гистерозисное состояние более долгоживущих частиц это так называемые резонансы был обнаружен очередной резонанс ничего странного в этом нет а им нужен им нужна частица бога потому что частицы бога они представляют как необходимый шаг в построении царства антихриста торжества торжества люциферианства бог у них как я уже сказал архитектор вселенной вот из этого надо исходить при анализе сообщения вот так называемой частицы бога какие свойства частицы они к сожалению оперируют они они триллионами они миллионами как дает миллион новелевская премия речь идет о триллионах и от власти над всем миром я хотел бы уточнение насчет этого по базу на хикса на том месте где он должен быть как вы сказали обнаружено что-то там такое 125 масса статистика покажет она вышла за пределы доставим а теперь надо изучать свойства этого теперь уже свойства да я уже сказал что это чистая пропаганда в общем к физике мало отношения имеющая под землей да что не так нейтрино это шли быстрее чем свет вот на те самые 57 наносекунд ну это первый результат был 60 потом они уточнили сказали что 57 да скажите пожалуйста вот эта живущая частица она в их интерпретации свидетельствует пользу большого отрыва да я так понял да да думаю что так так у кого еще какие вопросы ну наверное коллеги давайте поблагодарим поступающего спасибо и наверное скажем всем все друг другу спасибо за терпение за проведенные приведенные сообщения и взаимный интерес ну все хорошего